Всем кишмейша, мы ходим на канале Хевниша. Почему-то первая часть трешовых пародий набрал очень та же много просмотров и лайков, а значит тема интересная, поэтому вторая часть. Разберём сегодня две игры, одна из них на ПК, а другая на телефоны. Набираем 100 лайков и я делаю следующее видео. Ну, погнали! Суперсенобор Роткликер. Название не снушает доверия, да? Кстати, игра веса всего лишь 3 мегабайта, лоу. Ещё странно, что тут почти 80 тысяч просмотров, но только 3 лайка. Ладно, скачиваем. Мда, игра ещё и квадратного разрешения. Нету меню, нету звуков, прекрасно. Эээ, суперсенобор Роткликер, клик. У меня ноль на счету! НОЛЬ! Ну ладно, нажму на познакомку после этого 4. И кстати, не обязательно нажимать на неё, можно нажимать куда угодно и будет такой же результат. Я накопил 50 поинтов и, видимо, могу пить Фредди. Ага, теперь он типа в моей команде? А, мне больше очков даётся. Эээ, Ю КЕН КЛИК Фредди, кстати, написано с ошибкой. А что дальше? У меня уже 300 очков и, да, ошибки про 300 не принимаются. Ладно, жопу эту игру. Ну, что мне сказать о ней? Просто игра сделана за 10 минут, не более. И вторая игра, это World of Dream Max. Про эту игру мне писала больше всего людей. И да, эту игру слылал тоже человек, создавший Heavy World Heroes. Ну ладно, начинаем. Выберите язык, ну, русский? Потому что я русский человек! Потому что я люблю свою Россию! Сочетание ЦСОВ продавлено в 17 веке. Люди до 17 века. Кстати, предка ноги. Тысяча минус семь. Ого, тут даже есть катсцена. Густо с этой комнаты. Макс, стоп. Макс? То есть автор сделал игру про себя? Ладно, Макс, без запятой, кстати. Пора ложить соспать. Хорошо, мам. То есть ты собираешься спать с включённым цветом? Ну, судя по твоим глазам, тебе так впервое. А у вас тоже маленьких компьютеров можно сосать в вашу комнату. Меня ещё удивляет только музыка сзади. Происходит какой-то эпичный момент, а сзади играет спокойная музыка. Приключения начинаются! Видимо, на анимат засасывание нашего главного героя в компьютер бюджета не хватило. Выберите, кем будешь играть. Ок. Какой большой выбор. Я могу больше всех выбрать, да, игра? Так, стоп. Тут типа в одном персонаже ещё один полно с персонажей. Ладно. Кстати, на удивление, тут даже хорошая анимация бега. Гайз, у нас трагедия. Не знаю. Ну, насколько это трагедия, но, короче, суть в том, что... Я не могу сбежать с Саратова. Тут есть кодовый замок. Знаешь, код? Сарпам гил, надо пиду в армию. Вроде нет. Я думаю, этот камень может чем-то разбить. А зачем все камни разбивать-то? Или это слишком жирно, чтобы пройти? Эээ, реклама... А, стоп. Чего я не уделяю? Это же мобильная игра. Да блин, что-то мне хочет игра. А, какой-то пароль. Ну, как оно там оказалось? А, какая-то бумажка. 1, 7, 4, 8. Код, наверное. И что я вёл код, там он не открывается. Может, 1, 4, 7, 8? Нет. И тут начались в моем мужчине. Я 10 минут дал этот код написать. Но это сраная дверь не открывалась. И тут решил посмотреть геймпэй от самого автора. А именно от Манкси Геймин 21. Ну, ладно, я посмотрел геймпэй от него, но у меня всё равно не работает. Да, я вложу такой же код, но это заупо не открывается. Потом я опять посмотрел видео, и опять не получилось. Не знаю, баг ли это или нет, но судя по видео, у него всё получалось. И да, почему эта игра в этом видео? Дело в том, что я посмотрел, что будет дальше на ютубе. И тут уже понятно, что о чём просто взял идею ФВ. Плюс этот ваш МаксГей21 снимает как раз таки видео про Ханглоро. Поэтому вот так вот. А всем спасибо за просмотр. Записывайте, подписывайтесь, заходите на мой телегарный канал. Пишите свои фонигры в комментах. Возможно, сделаю у них когда-нибудь видео. А всем кишмише. Субтитры сделал DimaTorzok